Добрый день, дорогие друзья! С вами Капля. Мы продолжаем говорить о безотцовщине. В прошлом я говорил о том, что мужчины в своем негативном влиянии на мир достаточно доминируют. Сегодня я хотел бы привести другую сторону статистики, чтобы показать вам, что мужчины максималисты во всем. Смотрите, большая часть серьезных позитивных прорывов в обществе также совершаются мужчинами. 87% изобретений сделали мужчины. Не просто изобретений, которые улучшают жизнь, а прорывов достаточно серьезных. И речь идет не о 19 веке, когда 100% изобретений делали мужчины, а о настоящем времени. 83% серьезных научных открытий также сделали мужчины. 90% людей, занятых в сфере спасения, будь то пожарные, спасатели в горах, спасатели на воде и так далее, это мужчины. 80% успешных педагогов, людей, которые умеют воспитывать, не просто преподавать предмет, а воспитывать других, это мужчины. И 93% первооткрывателей, и я имею в виду не только лишь путешественников, но тех людей, которые двигаются в неизведанное, это мужчины. Итак, смотрите, что мы видим. С одной стороны мы видим мужчин, которые на пике негатива, и мы видим мужчин, которых большинство на пике позитива. Говорит ли вам это о том, что мужчины являются не просто движущей силой в современном, да и не только в современном обществе, но и вообще движущей силой? Я думаю, что мужчина это исключительное творение Божье, которое призвано не просто властвовать и господствовать, но влиять и формировать. И это достаточно важно.